Сегодня в Минске состоялась встреча президентов России и Белоруссии. Основные темы экономической интеграции и военное сотрудничество. На заседание Высшего Совета Союзного Государства также приехала делегация российского правительства во главе с премьер-министром. Президент Владимир Путин заявил, совместные проекты подтверждают, 20 лет назад был выбран правильный вектор развития. О новых планах России и Белоруссии в репортаже Алексея Кручинина. Беседа Владимира Путина и Александра Лукашенко началась уже в коридоре Дворца Независимости. Лидеры двух стран говорили оживленно. О чем, правда, осталось за кадром. За полчаса до этого Лукашенко уже пообщался с Дмитрием Медведевым. Глава российского правительства сегодня тоже приехал в Минск. И этот разговор был обстоятельным, судя по оговорке, которую допустил белорусский президент, приветствуя российского коллегу. Вы недолго говорили сейчас о рецептах, потом не публичных. Я рассказал. Надин Владимирович, дорогой Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, уважаемые друзья, ну, традиционно, позвольте мне вас приветствовать, не чужой вам Белоруссии. Честно скажу, я очень ждал вашего приезда. И отмечаю то, что обычно, если уезжает президент, Владимир Владимирович, не всегда говорил, остается на хозяйстве премьер. Если уезжает Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович, обязательно в Москве. Но сегодня я вам очень благодарен, что все мы собрались здесь, в Минске. Все, что началось ровно 20 лет назад, имея в виду начало строительства союзного государства, ничего это не утрачено. Наоборот, этот интеграционный проект развивается, развивается успешно и, безусловно, в известной степени даже становится драйвером развития интеграционных процессов на всем посольственном пространстве. Договор о создании союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999-го, после длительных обсуждений и согласований. За прошедшие с тех пор 16 лет между странами возникло единое миграционное и таможенное пространство, теснейшие связи в экономике. Сейчас белорусы и россияне пересекают границу по своим внутренним паспортам, безо всяких таможенных и пограничных процедур. По этим же паспортам на территории соседнего государства можно жить 90 дней в году без регистрации. Россия – крупнейший торговый партнер Белоруссии. Правда, за последний год объем двусторонней торговли упал. Сказывается глобальный финансовый кризис и конъюнктура на мировых рынках. Благоприятные внешние факторы привели к снижению взаимного товарооборота, как было уже сказано в 2015 году. Он сократился, правда, в физических объемах ненамного, всего на 4%, но вот в денежном выражении всё-таки более. Это заметное снижение. Правда, это, конечно, мы все понимаем, связано тоже со снижением цен на наши традиционные товары. Вместе с тем убеждён и у России, и у Белоруссии достаточно внутренних резервов, задействовав которые, мы сможем восстановить устойчивые темпы экономического развития союзного государства, вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого роста. Даже трудности в экономике, дал понять Путин, не заставили российских и белорусских партнёров отказываться от планов и крупнейших совместных проектов. Прежде всего в сфере энергетики, мирного атома и транспортировки газа. Стратегический характер носит российско-белорусское сотрудничество в энергетике. Полным ходом идёт сооружение белорусской атомной электростанции. Безусловно, это один из флагманских наших проектов. Напомню, что объём российских капиталовложений – 10 миллиардов долларов. Россия помогает в модернизации газотранспортной системы Белоруссии. До 2020 года «Газпром» планирует, кроме тех вложений, которые уже сделаны, вложить в экономику и в этот конкретный проект около 2,5 миллиардов долларов белорусский участок газопровода «Ямал-Европа». И свыше 1 миллиарда – в увеличении объёмов подземных хранилищ. Александр Лукашенко напомнил, что у союзного государства не только общая экономическая, но и военная доктрина. Ведущие мировые державы, страны-соседи уделяют пристальное внимание внешнеполитической активности Белоруссии и России военным аспектам нашего сотрудничества. Рассмотрение утверждения программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании союзного государства на 2016-2017 годы – ещё один из актуальнейших вопросов повестки дня. Сохраняющиеся военно-политические кризисы, возвращение ряда стран к блоковому мышлению, повсеместное использование санкций как инструмента политического давления вынуждают нас держать пору сухим. К разговору об обороне. В присутствии Путина и Лукашенко сегодня было подписано постановление о планировании применения региональной группировки войск и сил России и Белоруссии. Также члены Госсовета договорились о согласованных действиях двух стран во внешней политике и приняли бюджет союзного государства на 2016 год. Это 6 миллиардов 600 миллионов российских рублей. Алексей Кручинин, Сергей Панасюк, Михаил Акинченко и Сергей Мелешкин. Первый канал.